Что-то как-то инертно играет оборона, сегодня играет, обратите внимание, в три защитника, четыре в центре, два нападающих. Сейчас модно в три защитника. Модно, да, действительно, вот тренер разбирается в тактике. Еще вчера он гонял мяч на футбольных полях премьер-лиги «Закрыли советов», а сегодня Евгений Савин – комментатор спортивного телеканала. Телеведущий не удержался и оценил игру городских волонтеров чемпионата мира в настольный футбол. На этот раз Савин приехал в Самару уже как посол города-организатора Кубка Мир 2018 года. Добровольцы от встречи со звездой получили массу положительных эмоций. Отличительный, очень, ну такой задорный, эмоциональный и зарядил нас очень большими эмоциями, положительными. Очень рада, что была на такой встрече. Это очень помогает популяризировать именно футбол в самом городе и, конечно же, в стране. И такие гости – это очень большое событие. Автограф и фотосессия с городскими волонтерами и Евгений Савин отправился на родной стадион «Металлург». На тренировочном поле собрались ветераны крыльев советов. В 75-летний юбилей клуб организовал матч всех звезд. В белых футболках доморощенные клубышевские игроки, в синих – легионеры. Евгений Савин пришел в крылье советов из Пермского Амкара. За четыре сезона он отыграл 96 матчей и забил 19 мячей. Рассказывает, все было как будто вчера. Нахожусь в таком приятном шоке, потому что многих не видел давно, как, например, Гарника Аваляна. Он меня тренировал еще в Рязани во второй лиге. Мы вспоминали там старые истории. И вот, Иржи Ирошика, конечно, Барасу, Ковбу, ну то есть ребят Никулина, то есть ребят, с которыми играл. Ну и, конечно, ветеранов, заслуженных. Людей тоже очень приятно видеть и приятно выйти сегодня на футбольное поле вместе. Никто не забросил футбол, когда закончили. Все играют. Так что никаких проблем. Матч ветеранов Крыльев-Советов закончился победой команды легионеров со счетом 5-4. Два мяча забил Евгений Савин, посол Самары, города, организатор чемпионата мира по футболу. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.